Оригинальная идея Сесиль и Орданов Охотничьи собаки 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 Также она была отобрана для участия в чемпионате мира 97-го года, на котором заняла третье место с очень хорошей квалификацией Когда говорят об английских сеттерах, термин, который используется чаще всего, это элегантность Это крепкая собака, которая варьируется от 54 до 62 см и при весе от 20 до 30 кг Туловище английского сеттера вписывается в прямоугольник Туловище английского сеттера вписывается в прямоугольник Орлахотничьи собаки Нос большой, блестящий черный или коричневый Его глаза имеют цвет темного ореха, взгляд должен быть выразительным и мягким Задние конечности образуют выраженные углы Особенностью английского сеттера являются передние конечности, в которых часть от низа до колена короче, чем от колена до плеча Эта особенность придает ему в стойке пригнувшийся и крадущийся вид Эта стойка называется «припадающая к земле» Красота и элегантность сеттера во многом обязаны его шерстному покрову Его шерсть тонкая и шелковистая На шее образует воротничок на груди, конечностях и ягодицах, а чесы и на хвосте подвес Окрас может быть черный и белый, белый и желтый, белый и рыжий, белый и каштановый или трехцветный Все эти физические качества делают сеттера энергичной и выносливой собакой На охоте он движется галопом Галоп английского сеттера узнаваем благодаря тому, что он несет туловище по горизонтальной линии При этом голова, спина и хвост движутся очень плавно Для английского сеттера различная местность Шерсть может быть идеальной для охоты Благодаря своему шерстному покрову и его красоте Эта собака может прекрасно выглядеть на равнине, потому что его шерсть как бы летит на крыльях ветра Густота шерсти защищает его и позволяет прекрасно охотиться на сложной местности Лесистый, покрытый колючим и густым кустарником Везде его сможет защитить густая шерсть Также он отлично охотится в горах, холодной и влажной местности Потому что его шерсть и там защищает его Прекрасно охотится он в сложной местности, такой как в Испании, каменистый сухой Несмотря на жару, препятствия и неблагоприятные факторы Такая порода широко используется в этой стране, где есть много любителей Которые начинают понимать отменные качества английского сеттера Сеттер получил полное международное признание как охотничья собака В Европе он получил наибольшее признание в таких странах, как в Италии и Франции Он очень хорош для поиска дичи, стойки и подачи Его нос, в котором 200 миллионов обонятельных клеток Один из самых чувствительных среди собачьих пород Сеттер это компаньон охотников, которые охотятся в одиночестве Он методично выполняет поиск Он исследует местность, передвигаясь галопом, правильными петлями и змейкой Почуяв запах, собака выполняет стойку, припадающую к земле или лёжа Это качество, которое вышло из моды в конце 19 века Стало вновь востребованным в начале 20 века Алавирак говорил о своих собаках Из всех сеттеров, которых я дрессировал Ползающие были всегда самыми быстрыми и самыми выносливыми Если эта собака предполагается для охоты на естественную дичь, обитающую в горной местности или такую как Бекас в лесной местности, то она должна быть максимально пригодна Она должна иметь максимум возможностей и максимум предприимчивости, чтобы проявить себя Следует выполнять дрессировку в достаточном объёме, которая позволит контролировать собаку в любой ситуации, чтобы она оставалась в контакте и охотилась для вас, а не только для себя Но ей следует предоставить максимум инициативы, что должно позволить ей найти дичь, потому что дичь, выросшая в естественных условиях, может находиться не обязательно там, где вы думаете И собака должна, благодаря своим лапам, интеллекту и носу, найти её Определить местонахождение, сделать стойку и дать вам возможность выстрелить Продолжение следует... Вперёд! Вперёд, помогай! Сектор, выбранный по-хорошей родословной и правильно обученной, не будет колебаться при преодолении любых препятствий, чтобы подать дичь своему хозяину Вперёд! Ищи! Алиби! 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 А Иди ко мне, молодец Молодец Сидеть Ты не будешь ее есть Хорошо, хорошо, молодец На мой взгляд, также важно, чтобы собака, используемая на охоте, имела как минимум навык подачи Я думаю, что нелепо подстрелить и ранить дичь, а затем потерять ее, раненую или мертвую И думать при этом о качестве работы собаки или красоте зрелища Оставить подранка или взятую дичь на земле – это все-таки нелепость Факт совместной прогулки очень полезен для их социализации Гулять вместе с ними, разговаривать с ними, переходить из одной местности в другую Все это большие шаги в их социализации Я уже постаралась показать, что стойка – это естественный инстинкт, свойственный легавой собаке Можно видеть, что он уже есть у маленького сеттера Если английский сеттер останавливается в стойке, прижимаясь к земле или лежа, то это хорошо для его поведения И в этот момент можно сказать, что он ведет себя так, как и положено его породе Не нужно смешивать такое его поведение с игрой, потому что это его работа и должно стать целью его жизни Действительно, игра – это совсем другое – это дом, это двор, это время, проведенное с вами, с детьми Но ни в коем случае не с дичью Если вы будете позволять ему также обходиться с дичью, то есть приближаться, трогать То вы будете разрушать часть его инстинкта До нынешнего момента они выходили на приманку, привязанную к концу рыболовной удочки Это приучает их находиться на удалении от кусочка дичи, чтобы попытаться приблизиться к ней Это их первый подход к дичи, и щенки не выполняют его так профессионально, как взрослые собаки В них надо развивать заложенный природный инстинкт, основанный на обонении Но это все-таки щенки По отношению к ним должна проводиться не дрессировка, а привлечение Привлечение состоит в том, что им надо привить страсть Страсть к дичи, страсть к охоте Их не надо удерживать, потому что если удерживать слишком резко, то можно разрушить инстинкты вашей собаки Приближение к дичи будет осуществляться последовательно По мере их выходов, потихоньку, с ориентирами, которые они будут запоминать на местности Особенно не надо выводить их постоянно с кусочком дичи В этом случае собака может подумать, что дичь есть всегда Вот мой выход и вот мой кусочек дичи Нужно, чтобы дичь появлялась в одном из трех-четырех случаев Но не всегда Можно сказать, что эту собаку нельзя выдрессировать до конца Над ней надо постоянно работать и не давать расслабляться, потому что никогда не удается дать ей полной дрессировки Смысл соревнований состоит в том, чтобы отобрать собак, которым удалось привить навыки, необходимые для того, чтобы выполнить все требования, которые предъявляют к собакам участникам соревнований Если собаку отбирают для соревнований, то это означает, что она обладает навыками, необходимыми для охоты И входит в число производителей, которых мы ищем, потому что у нее есть навыки, отличающиеся от естественных Это показывает ее способность к дрессировке Это собака, с которой нетрудно Это собака, которая постоянно пытается хитрить, лукавить, но которая умна и быстро все понимает Если у нее есть интеллект, то это собака, с которой все хорошо получится Освоение стойки с ведущим требует хорошего уровня дрессировки Это позволяет охотиться вместе нескольким собакам, не мешая друг другу При этом собаки будут держаться на некоторой дистанции от собаки, которая первая стала в стойку Сеттеры различаются по нескольким категориям и дисциплинам Дисциплина, в которой они должны проявить себя лучшим образом, это испытания в парной охоте Действительно, я полагаю, что парная охота приносит большое удовольствие, когда видишь, как две незнакомые собаки соперничают между собой и дополняют друг друга на местности, перемещаясь вправо и влево Это доставляет исключительные эмоции, которые могут оценить только подготовленные любители, которым удалось поучаствовать в подобных выступлениях Дисциплина, в том числе, которые могут понять и поддержать Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Вперед, быстрее! В связи с тем, что дичи становится все меньше, чем он реже встречается, тем больше требуется хороших собак. Без собак хороших в состязаниях не получится охотничьих собак. Было время лет 40 назад, когда дичь поднимали пастушьи собаки. Сейчас такого больше нет. Нужно, чтобы люди это хорошо поняли. Ко мне! Английский сеттер – это компаньон крепкого телосложения и хорошей продолжительности жизни. Если вы будете заботиться о нем, он сможет сопровождать вас на охоте до 12 лет и жить до 14 лет, не доставляя проблем. Вот несколько вещей, за которыми следует следить, чтобы поддерживать у собаки хорошее здоровье. Доктор Даниэль Деланш – практикующий ветеринар. Для собак, которые отправляются на охоту недельной продолжительности, требуется очень хорошее питание с дополнительными витаминами и особенно с добавками липидов. Это питание, которое рассчитано на использование в сухом виде, при котором следует обязательно ставить рядом миску с водой. Во время соревнований собака ест слишком быстро и для того, чтобы она ела не так быстро, ей дают воду. Из-за этого она поедает гранулы не так быстро и это дает возможность избежать рвоты и опорожнений желудка. Рвота может вызываться слишком быстрым поглощением еды или нервным состоянием. Когда есть вода, то собаки больше пьют. У них действительно есть потребность в питье. Через час-полтора им снова дают пить и выводят, оправятся через два, два с половиной или три часа. За это время пища и вода усваиваются, и это позволяет им лучше оправиться и ожидать ночного отдыха. Среди слабых мест, которые есть у сеттеров, можно упомянуть атиты, для профилактики которых следует проводить гигиену слуховых путей. Достаточно часто встречаются сеттеры, у которых случается аллергический дерматит из-за балашиных укусов. Обычно это происходит в спинной и поясничной зонах. Там наблюдается раздражение. Оно появляется изначально из-за блох, но потом, даже после уничтожения блох, дерматит может развиваться, то есть появится зуд в этой спинно-поясничной части. Также нужно быть очень внимательным с колосками. Во время охоты колосок может зацепиться за шерсть на лапах собаки, попасть под кожу и передвигаться под кожей все выше и выше. Порой достаточно высоко. Эти колоски могут зацепиться на уровне ушей и попасть в слуховой канал. Так как эта собака с длинной шерстью, то очень внимательно следите и ухаживайте за ней в области ушей и лап. Другая проблема, с которой можно столкнуться и которая является врожденной и наследственной для сеттеров, это дисплазия. Она становится все более и более частой. Даже не то, чтобы более частой, а скорее она становится критерием отбора сеттеров в ближайшие годы. Сеттер не доставляет особых проблем при выращивании. Суки оказываются хорошими, матерями и щенята подрастают без хлопот. Это живая и общительная собака, хорошо общается с детьми и нравится семье. Мягкость, чувствительность, внимание – это наиболее распространенные характеристики, когда говорят об английском сеттере. Сеттер хорошо приспособлен для жизни в семье и может хорошо приспособиться к жизни в питомнике. Он хорошо приспосабливается к прогулкам. Задача хозяина, владельца сеттера, состоит в том, чтобы хорошо приспособиться к жизни со своим питомцем. Ему следует хорошо воспитать свою собаку, так, чтобы она любила его и не забывала, что она все-таки собака. Ему нужно привыкнуть к собаке с тем, чтобы впоследствии правильно использовать ее в своей жизни. Общение с собакой длится не только во время охоты. Это общение длится целый год, и если хочется получить отдачу от собаки, то, на мой взгляд, ей надо заниматься и быть в контакте с ней максимум времени. В моей жизни это приносит большую радость, и это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!